Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Как же давно я не снимала мукбанки, честно, я очень-очень соскучилась. Реально уже как будто разучилась это делать и немножко даже нервничаю. Итак, что у нас на сегодня? У нас крылышки в томатном соусе, ссылочку я вам на рецепт обязательно оставлю. Также это, я сама придумала, это, короче, котлеты из картошки, внутри там мясо. Мне кажется, выглядит очень круто. Еще я болела в муке и хорошенько пожарила. Уже пару штук успела поесть. Вообще, знаете, какой вывод я делаю? Когда я сама готовлюсь к мукбанку, я уже сажусь снимать видео уже не голодная, потому что я уже все попробовала по 500 раз. В целях попробовать, солено ли достаточно. Короче, куча у меня всяких оправданий. Здесь внутри мясо и очень жирно получается. Как вы уже понимаете, наконец-то я сделала зубы. Позавчера мне поставили виниры. Я уже два дня хожу просто вот так. Целый день просто улыбаюсь. В любом помещении просто ищу зеркало. Ищу зеркало, чтобы в очередной раз налюбоваться на свои новые зубы. Сказать, что я довольна, честно, ничего не сказать. Я очень рада, что я сделала эту процедуру. И отдельно будет подробное видео, где я показываю, какие зубы у меня были до. Потому что в инстаграме я пару фоток выложила, и все мне начали писать, айка, тебе срочно нужны виниры. Действительно, мы не думали, что твои зубы в таком состоянии. Об этом обязательно будет отдельное видео. Мне просто все материалы нужно собрать, потому что все готово. Просто смонтировать это видео не так просто. Ну, я постараюсь либо завтра, либо послезавтра выложить. Ну, не знаю, мне в комментариях писали, ой, пожалеешь. Жалко. Я становлюсь счастливее. Я становлюсь более уверенной в себе. Мне нравится. То есть, когда я улыбаюсь, я просто чувствую себя шикарной. Раньше, вы знаете, я делала губы. Это глупо. Но чтобы типа меньше было видно зубы. Для этого я делала губы. А сейчас мне очень нравится. Конечно, процесс непростой. Действительно, столько там тонкостей. Я прям даже не ожидала. Но оно того стоит. Если вы хотите хороший результат, понятное дело, вы должны подготовить себя, что это займет какое-то время. Здесь у меня самый обычный чай. Очень вкусные крылышки. Кстати, ссылочку на своего врача я вам обязательно оставлю в описании под видео. Вы тоже можете проконсультироваться. Также у него к 14 февраля будет акция «Чистка зубов. Всего за 14 манат». Вы можете сходить за мной и проконсультироваться. То есть, акция будет краткосрочная, поэтому успейте ее воспользоваться. Ссылочка будет внизу. Ну, просто не представляете. Я не знаю, возможно, только у меня так. Я раньше, когда всегда улыбалась, смеялась, я делала вот так. Это прям, знаете, очень давно у меня. Еще с детства, когда я еще не носила брекеты, меня брат постоянно обзывал кривозубатый. И вот вследствие этого у меня появился комплекс. Сейчас я просто улыбаюсь во весь рот. Вам покажется мелочь? Ну, знаете, я раньше выбирала оттенки помад, которые будут хорошо смотреться в сочетании с моими зубами. То есть, мне очень нравится помада морковного отлива. Но... Когда я их крашу, у меня зубы выглядят максимально желтыми. У меня это очень напрягало. Но вчера я просто сидела, сегодня хочу снять моя коллекция косметики. Я вот начала перебирать косметику, раскладывать ее более удобно, более красиво, эстетично. И начала пробовать помады. Я не знаю, вам видно или нет. Скорее нет. Я еще успела упасть. Это вообще умора. Упала и прикусила углу. Это я макаю барбарис. Курица с барбарисом, еще и с лучком. Очень вкусно. Помню, я вам говорила про то, что я сняла видео, которое опубликую через 5 лет. Так вот. В этом видео как раз-таки я говорила про зубы. Еще одна мечта, которая тоже вот-вот должна быть за. Это самый обычный грейпфрут. Я его просто очень люблю чистить и кушать вот в таком состоянии. Читала комментарии. кто-то писал, вот, ты нас бросила из-за монетизации. Перестала снимать. Все дела. Во-первых, монетизации уже в России нет. Уже два года. Но я ведь продолжаю снимать, правильно? Это раз. Я активно развиваюсь в направлении азербайджанского контента тоже. Это не значит, что я вас брошу и для вас снимать не буду. Нет. Я думаю, почему бы нет? Например, я снимаю моя коллекция косметики. Все равно здесь я буду озвучивать это видео сверху. Если я буду озвучивать сверху, почему бы не озвучить два раза? Например, озвучить на русском языке, затем озвучить на азербайджанском языке. И получится два видео. Например, распаковки шейн, которые тоже сверху я озвучиваю. Поэтому по возможностям я обязательно буду снимать. Но, наверное, на этом канале будет больше мукбанков, нежели влогов. Во-первых, влоги не так хорошо просматриваются. Во-вторых, их как бы сложнее снимать, чем мукбанки. Сложнее в каком плане. Например, на мукбанк у меня где-то уходит ну, условно говоря, четыре часа. Может, пять максимум. А вот, например, на влог у меня уходит целый день, потому что я снимаю свой день. Плюс еще очень много времени уходит на монтаж. поэтому я пока что, если честно, не знаю, как что будет. Я вот все время пытаюсь быть и тут, и здесь, и там, двигаться в разных направлениях и с одинаковой скоростью. И тогда падает качество, на самом деле. то есть намного проще сфокусироваться на чем-то одном. Вот это у меня пока что не очень получается. То же самое видео про зубы про Венеры. Я могу снять и на русском языке, могу снять и на азербайджанском выложить. Хочу попробовать десерт, который приготовила мама. Выглядит действительно как покупное. Попробуем как на вкус. Тут я обязательно должна похвалить. Сладко. Я люблю десерты, чтобы они были не настолько приторно-сладкими. В Старбаксе попробовала брауни. Позавчера виделись с подружками, с Амирочкой. Блин, девочки, это настолько был вкусный брауни. Он был неприторно-сладкий и в то же самое время такая нежнятина. Там еще такой случай произошел. Очень смешной. Я такая без зубов в маске. Ну, как без зубов? Естественно, зубы у меня есть. Просто они немножко опилены. И мне как бы некомфортно было в этот период. Я временные зубы вообще сняла, потому что при Венера все-таки твои зубы остаются хоть немножко они опилены, но все равно. В общем, я заказываю себе этот брауни и кофе. Жду своего заказа, пошла-села. У нас в Азербайджане есть один такой блогер, я его пару раз буквально видел и видел. то ли психолог, то ли что. В общем, он приходит то ли со своей девушкой, то ли со знакомой. Я так и не поняла. И он передо мной делает заказ. Следующий делаю заказ я. Очень странно, вот эта девушка, которая пришла вместе с ним, она тоже подходит и делает заказ уже после меня. И они вдвоем сидят, ждут свой заказ. Я сижу, жду свой. Проходит немножко времени. Он подходит и забирает брауни. Мой брауни. Ну, я думаю, может быть, он тоже заказал брауни. То есть, мне это странным абсолютно не показалось. Потом мне говорят, что мой заказ уже готов и отдают мне просто кофе. Я говорю, а где мой брауни? И на кассе девушка говорит, мы ошиблись, видимо, брауни ушел вот к ним. И девушка на кассе подходит к ним. Оказывается, у них получилась такая ситуация. Она заказала отдельное для себя. Он заказал отдельное для себя. И когда забирал заказ, им положили еще и брауни, он подумал, что этот брауни оплатила она, а она подумала, что этот брауни оплатила. И они сидят, кушают его вместе. Я прихожу просто с кофе и стою такая, смотрю в их сторону. И такая мне самерега, что ты тормозишь, что ты туда смотришь, садись уже давай. Я пытаюсь понять, что произойдет дальше. Мне дали новый брауни, а он просто оплатил тот, что они уже начали кушать. По идее, если честно, в таких ситуациях, я думаю, что вина прежде всего кассира. То есть, на мой взгляд, это чисто его вина. То есть, считай, они просто перепутали заказы. Так что, вот такая ситуация была. Очень вкусный десерт был и в сочетании еще с капучино нежным. И людей так много. Вообще, знаете, что замечаю? У нас в Азербайджане очень много людей сидят в заведениях. То есть, куда ты не идешь, везде переполнено, везде сидят люди. Хочется с подружками посидеть в каком-то укромном местечке, где не так много людей. И вот приходится выбирать только кабинет, а других вариантов нет. На этом, пожалуй, все. Было действительно очень вкусно. Не забывайте ставить лайки, подписываться. А я, в свою очередь, буду стараться своевременно вам предоставлять контент. Продолжение следует...